Меланома сохраняет тенденцию в ежегодном приросте заболеваемости. Если мы рассмотрим внимательно факторы риска развития меланомы, то мы увидим, что там отдельным пунктом вынесено инфицирование вирусом иммунодефицита человека и синдром СПИД. И если мы обратимся к эпидемиологической стороне вируса иммунодефицита человека, мы отметим, что в течение уже многих лет с момента регистрации данного заболевания отмечается увеличение и заболеваемости, и пораженности. То есть пациентов, людей ВИЧ-положительных, которые живут с этим заболеванием, становится больше, и они живут дольше. Это возможно благодаря тому, что появилась эффективная антиретровирусная терапия, которая увеличивает продолжительность жизни данной категории пациентов. И на сегодняшний день уже мы имеем данные о том, что само по себе проведение антиретровирусной терапии, оно не влияет на риск развития меланомы, то есть не уменьшает его. Пациенты, которые получают ВИЧ-положительные, которые получают антиретровирусную терапию, у них риск развития меланомы сохраняется высоким. Если мы обратимся к эпидемиологической стороне хронических вирусных гепатитов, здесь мы отметим снижение среднегодового темпа прироста, в отличие от вируса иммунодефицита человека, но изменяется составляющая часть. То есть на протяжении последних 10 лет увеличилось количество пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и уменьшается доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом В. Если мы посмотрим на связь вируса гепатита С и злокачественными образованиями, в отличие от вируса иммунодефицита человека, где установлена природа риска развития меланомы, гепатит С вирусный влияет на развитие, первым делом, гепатоцеллюарной карциномы, мы это знаем, на развитие нехоченских беклеточных лимфом, на развитие внутрипечёночной холангиокарциномы. Также есть определенная связь с развитием опухоли поджелудочной железы. Однако, по данным различных метаанализов, связи с риском развития меланомы не было выявлено. И обращаясь уже к возможностям лечения данной категории пациентов с хроническими вирусными инфекциями, у нас есть стандартные варианты лечения, опции, которые мы применяем, с которыми мы знакомы. Для меланомы, конечно, один из вариантов – это иммуно-онкологические препараты, антистел-4, антипиди-1, ингибиторы, которые входят в стандарты. Но, учитывая, что данная категория пациентов с хроническим вирусом иммунодефицита человека и с хроническими вирусными гепатитами ВЭЦ не включается в клинические исследования, как правило, поэтому какую-то информацию именно практическую, которую мы могли бы применять в своей онкологической деятельности, её немного. И я бы хотела обратиться именно к той информации, которую мне удалось найти. Первым делом, конечно, очень интересным мне показался факт, что исследование экспрессии иммунных контрольных точек, такие как антистел-4 и ПД-1, началось ещё задолго до того, как сами препараты, ингибиторы иммунных контрольных точек вошли в практику онкологическую. Ещё в 2006-2007 году уже было выявлено, что при вирусе иммунодефицита человека экспрессия СТ-4 и ПД-1 выше на поражённых клетках ВИЧ, чем на клетках здоровых иммунных. И есть определённая корреляция. Чем выше экспрессия СТ-4 и ПД-1, тем меньше количество клеток СТ-4 и СТ-8, которые осуществляют свою функцию в отношении вируса иммунодефицита человека. И чем выше экспрессия, тем выше вирусная нагрузка и, соответственно, усугубление ВИЧ-инфекции. И ещё в то время было определено, что блокада этих контрольных точек СТ-4 и ПД-1 может увеличить специфическую функцию иммунных клеток. То есть очень заманчивая перспектива, блокируя данные иммунные контрольные точки, мы можем осуществлять и контроль за вирусным заболеванием. Та же самая тенденция отмечается и при рассмотрении информации при гепатите С и хроническом гепатите В. То же самое. На поражённых вирусных клетках экспрессия ПД-1 была больше, а при блокировании клональным антителом, ингибитором ПД-1 увеличивалось именно количество клеток иммунных, направленных на борьбу с вирусом. И противовирусные именно Т-клеточные ответы, они могут быть улучшены путём именно блокады пути ПД-1 и ПД-1. Если мы обратимся к клинической информации, то исследований, как я уже сказала, в этой области нет, поэтому приходится обращаться к различным систематическим обзорам. В данном исследовании часть пациентов больше – это были пациенты с меланомой, они получали различные иммуно-онкологические препараты. Здесь именно интересно то, что был клинический эффект довольно значимый и осложнение. В эту исследованию включались пациенты как с трансплантацией органов после трансплантации, так и с вирусом модифицита человека и гепатитами С и В. И был только один летальный случай – у пациента после трансплантации печени отмечалось отторжение трансплантата и гибель пациента после одного введения. Также при гепатите С отмечалось калий третьей степени тяжести. Больше других осложнений не наблюдалось при достаточно высокой эффективности, сопоставимой с клиническими исследованиями у пациентов интактных по иммуносупрессии. И что самое интересное, ни у одного пациента не было отмечено потери вирусного контроля, что подтверждает предыдущее исследование. Следующее исследование показывает безопасность и эффективность ингибиторами при иммуноконтрольной точке у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Также здесь освещен систематический обзор 13 публикаций. 62 пациента получали антипеди, 1 терапию, 6 антислед, 4 и 5 пациентов комбинированную терапию, совместную или последовательно. Также спектр осложнений был приемлемый. Осложнения третьей степени отмечались всего у 8,5 практически процентов. Сохранялся также контроль над вирусным заболеванием. И также отмечалось даже увеличение у 20 пациентов количества активных среди 4 клеток в отношении борьбы с вирусом умодефицита человека. При этом частота объективного ответа у пациентов с меланомой достигала 27%. Еще одно исследование, которое показывает уже эффективность и безопасность при хронических вирусных гепатитах. 187 пациентов было включено в исследование. Эффективность я рассмотрю на следующем слайде. Стоит отметить, что 89 пациентов отмечалось с гепатитом B, 98 с гепатитом C. Основными осложнениями, конечно, были гепатотоксичность третьей и четвертой степени. Частота объективного ответа у пациентов с меланомой составила 32,5%. Если мы рассмотрим спектр нежелательных явлений, то он также окажется ожидаемым и безопасным. В основном это повышение уровня трансаминаз у почти 11% пациентов. И летальных исходов в данном обзоре также не было отмечено. Следующий вариант лечения – это таргетная терапия. Мы знаем, что эти препараты эффективны при наличии БРА в мутации на сегодняшний день. И, конечно, у симптомных пациентов, которым требуется быстрый эффект, этот вариант лечения остается необходимым. Основной проблемой для лечения данных какого-то пациентов остается межлекарственное взаимодействие. Потому что таргетные препараты метаболизируются при помощи субстратов цитохрома P450. И, конечно, антиретровирусные препараты, применяющиеся при ВИЧ-инфекции или противовирусные препараты, которые применяются для лечения хронических гепатитов, взаимодействуют с таргетными препаратами. В данной таблице представлены препараты, которые применяются в клинической практике. Именно субстраты цитохрома P450, которые могут взаимодействовать с таргетными препаратами, которые мы, как правило, применяем в повседневной клинической практике. Мне удалось найти только единственный случай описания одномоментной таргетной терапии и метастатической меланомы, и хронического вирусного гепатита С. Пациенту одновременно с двумя заболеваниями была начата и противовирусная терапия, и комбинированная таргетная терапия. И прием препаратов осуществлялся, термитениба и противовирусных препаратов одновременно. У пациента отмечались осложнения, ночные ознобы и диареи. Исследователи исключили инфекционную причину и пришли к выводу о том, что необходимо сделать перерыв между приемом препаратов. И тогда осложнения были купированы, при этом эффективность терапии сохранялась. Они описали это в своих рекомендациях. Это на сегодняшний день единственная публикация на эту тему, которую мы можем наблюдать. Перед заключением мне бы хотелось представить вот это исследование. Был проведен национальный опрос медицинских онкологов в 2015 году, который показал, что при наличии у пациента хронического вирусного заболевания мы, медицинские онкологи, меняем свое мнение в отношении лечебной тактики. Практически 48% использовать более низкие дозы и меньшее количество циклов противоопухолевой терапии, а 51% изменит или отменит противоопухолевую терапию. Но по данным, которые мы сегодня имеем, мы знаем, что современное системное лечение, оно эффективно у данной категории пациентов. Хронические вирусные инфекции, они являются противопоказанием для проведения противоопухолевой терапии при меланоме. Да, всегда требуется междисциплинарный подход. Не существует адаптированных рекомендаций по лечению. Мы должны учитывать межлекарственное взаимодействие. И, конечно, нам не хватает опыта, поэтому мы должны его более активно освещать и делиться им. И, конечно, очень перспективным является возможность контроля не только над онкологическим заболеванием, но и над вирусным заболеванием. Поэтому я всех призываю более активно делиться информацией по данному направлению. Спасибо большое. Спасибо.